Доброе утро, дорогие друзья! Всем, кто проснулся, всем, кто еще просыпается, пусть послание неба, оно вам будет в направлении, в основании и, соответственно, в защиту. Потому что есть базовые наши потребности, и защита – это одна из них. И пусть сегодня наша жизнь, она будет на самом деле в понимании того, что мы не просто живем на земле, а можем пользоваться Божьим Словом, которое говорит, а для народа Божьего остается субботство. То есть для нас остается покой, для нас остается право жить под покровом, жить в защите, жить, отдав все свои переживания и беспокойство по адресу. Если нам Господь предлагает отдать заботы Ему, то зачем их держать у себя? Это не значит, что мы будем жить в беспечии, а это значит, что будем жить под Его руководством, очень четким, конкретным, при котором ты пойдешь неторопливо и все успеешь, при котором будут складываться взаимоотношения и взаимодействия так, что ты бы сам и не догадался. Например, как это случилось у Давида, оказавшись просто в пещере, сидели ли они там, отдыхали, обедали, мы не знаем. Но, по крайней мере, именно в этот момент туда заходит Саул и разворачивается вот эта картина, о которой мы с вами сейчас говорим. Поэтому Божьи стыковки, Божьи пересечения, Божьи перспективы – это все то, что мы можем иметь при Его благоволении, при Его благопоспешении. Посмотрите, это все слова «благая воля» поспешает к нам благом от Бога. И вот таким образом Давид, который с одной стороны прячется и уже, наверное, устал, скорее всего, устал бегать от Саула, и вот возможность, которую можно было бы решить по логике человеческой, все понятно – убить, и все вроде бы остановилось бы. Но Давид не только оставляет ему жизнь, он теперь выходит на связь с ним, показывает этот кусок ткани и встает на колени перед ним и говорит, что «я признаю в тебе помазанника, я признаю в тебе царя». И дальше очень интересная фраза «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей». «Отец мой». Я думаю, что это очень сильное слово. Если бы на самом деле сердце Саула было отцовским по отношению к Давиду, ничего бы этого не было. Но именно потому, что он по позиции, по возрасту – отец, а по сути – требующий к себе жалости. Отцовство подразумевает способность покрытия, способность принимать успех сына в радости. Полноценное отцовство – это когда можно радоваться успеху того, кто после тебя рожден на землю. Но тогда, когда у Саула это качество отсутствует, когда он сейчас, наоборот, преследует сына, но Давид начинает в нем поднимать вот эти струны души, которые Саул либо забросил, задавил, придавил, либо дал страху это сделать, но каким-то образом он лишен отцовства по отношению к Давиду. Несмотря на то, что Давид так много сделал ему блага и добра, как государственному уровню, и так личному. Поэтому он сейчас ему говорит «отец». Отец еще и потому, что у него есть законный брак с его дочерью. Хотя, несмотря на то, что Саул отдал его другому человеку, ее, но Давид сохраняет это чувство в своем сердце к нему, как к отцу. И меня это очень трогает. Трогает, опять же, в сути Давида, что он понимает, отцовство не достает, чтобы он меня сейчас принял и не бегал за мной. Мало того, что он еще скажет дальше, мы дальше просмотрим, но сейчас я вот на этом хочу сделать акцент. Если ты отец для тех, кто рядом с тобой, то они никогда не будут тобой преследуемы. Они будут всегда тобой вдохновляться и будут под защитой. Если ты сегодня, как человек-руководитель, хоть на работе, хоть в церкви, дома, и кто-то под твоим преследованием находится, это говорит о том, что ты сам сирота. И внутри тебя сегодня есть вот этот жалстливый ребенок, который просит, кто бы меня пожалел. Но дети тогда в твоей семье или подчиненные будут ощущать себя очень некомфортно. Поэтому проверь свое сердце на этот предмет. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы можем сегодня просить, чтобы сиротство, оно никогда не миновалось в нас, а уж особенно, если это родители или руководители. Благослови пониманием, что отцовство, оно принимает других, младших, но под защиту и настолько, чтобы люди вокруг могли состояться. Я благодарю Тебя, что мы молимся к Тебе сейчас, о том, чтобы Ты благо поспешил нам с пониманием как сыновства, так и отцовства, чтобы выровнялись эти понятия и между собой состыковались. Ибо Ты обещал, что Ты сердца отцов повернешь к детям. Сделай это, Господи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, благословенных взаимоотношений. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok